Это модульное здание возвели всего за несколько месяцев. Из областного бюджета было выделено почти 17,5 миллионов рублей, муниципальный направил еще 5,5 миллионов. И вот все готово к приему пациентов. В новой поликлинике будут работать 4 участковых терапевта. В день каждый доктор должен принимать от 20 до 30 человек, помимо вызовов, которые у нас идут на дом, естественно. Населения очень много, и все очень рады, что открылась поликлиника, потому что они раньше были прикреплены к другим поликлиникам, и было неудобно добираться. А здесь рядом, близко, пожалуйста, отделение новое, красивое. Сюда же с жалобой на здоровье можно обратиться к кардиологу, неврологу, эндокринологу и ревматологу. Есть здесь процедурные, прививочные и физиотерапевтические кабинеты. Раньше это отделение работало в помещениях политехнического университета. А после того, как их аренду не продлили, в областном правительстве приняли решение об установке нового модульного здания, причем максимально близко к прежнему месту. Я думаю, что ту задачу, которую перед нами поставил губернатор, вернуть людям возможность шаговой доступности, получение первичной медицинской помощи, мы выполнили. Я надеюсь, что жители города будут довольны. Мы очень рады. Спасибо. Обещания сдержали. Обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения потребовал и Владимир Путин в послании Федеральному собранию. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех, без исключения населенных пунктах России. Для всех граждан, где бы они ни жили. Сейчас вокруг нового здания благоустраивают территорию. Галина Велоусова, Юрий Санкин, Дон-24, Новочеркасск.